Не секрет, что человеческий организм не будет функционировать без крови. Это основная жидкость, непрерывно циркулирующая по сосудам. Она питает все наши клетки кислородом и необходимыми веществами. На производстве же чрезвычайно важную роль выполняет этилен. Он самый главный олефин и вообще самый тонажный в мире нефтехимический продукт. Выпуск многих химических веществ без него просто невозможен. Этилен – это фрукт, который мы в Турции ели. Он кислый и мне не понравился. Этилен – это игрушка. У меня дом такая есть. Естественно, Елена делает дологу, чтобы она была красивой и прямая. Ербальницу дают, кто болеет. Я не болею, поэтому я не знаю, что такое. Мне просто подружки рассказали. Этилен – это золотая резинка. Вкусная, привкусная. Нет, нет, это не золотикой, это сок. Я передумал. Из него делают резину и пластмасс. Он очень нужен в мире. Этилен – это пирожки какие-нибудь там с капустой, с мясом, с руком. Этилен – это такая вещь. На химии всем нужна. И в медицине. Ее используют на химии в резине. Колеса из этого делают. Мне папа рассказал. Этилен – это простейшее органическое соединение, бессветный горючий газ. Он имеет сладковатый запах. В природе этилен практически не встречается. Основное направление его использования – это получение различных марок полиэтилена, то есть пластиков. Также этилен считается основным сырьем для производства окиси этилена. На ее основе впоследствии производят огромное количество вещей, незаменимых в нашей повседневной жизни. Интересный факт. Этилен используют для ускорения созревания плодов – помидоров, дым, апельсинов, мандаринов, лимонов и бананов. Неудивительно, что на таком огромном нефтехимическом предприятии, как Нижнекамскнефтехим, вот уже 40 лет успешно функционирует целый завод по производству этого уникального вещества. Нефтехимики ласково называют его сердцем компании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok